Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. День добрый! Это уже третий сезон, мы продолжаем работать. И программа в день седьмой по воскресеньям в эфире ГТРК «Умск» и на канале «Союз». Программа размещается и на сайтах упомянутых каналов. 11 сентября в православном календаре – это день усекновения главы Иоанна Претечи. Известно, что трагические события совершились на веселом языческом Перу. Иоанн Претеча пострадал от пьяных рук и нетрезвых голов, и в прямом и в переносном смыслах. Сегодня прошел крестный ход, студенческий. Крестный ход приурочен к церковному новолетию и проходит во второе воскресенье сентября. Во время крестного хода в сентябре ежегодно вспоминают и Иоанна Крестителя и молятся о трезвости и трезвлении умов. Мы, конечно же, снимали это важное событие, и в следующее воскресенье мы будем говорить о трезвости. Тема неисчерпаемая ввиду масштабов пьянства. И еще одна тема постоянная, тема сентября – это годовщины терактов. У сентября с некоторого времени даже есть световое определение – черный. Кажется, в календаре мировой истории уже не осталось неотмеченного терактами месяца. С 19 века технология воздействия страхом и ужасом поступательно движется вперед. И с новыми средствами коммуникации становится более публичной. От заметки в газете теракты перешли в прямой телевизионный эфир. От террористов-одиночек к сетевым организациям по всему миру. В 19 веке под удар террористов попадали государи и государственные чиновники. Начиная с 20 века воздействие идет через большие массы людей. Чего добиваются устроители терактов и почему исполнители тоже жертвы? В настоящее время в отечественной юридической литературе называют следующие причины терроризма. Социально-экономические, политические и религиозные. О религиозных причинах мы и будем говорить сегодня в этой студии с кандидатом богословия отцом Дмитрием Олиховым. Добро пожаловать. Здравствуйте. Отец Дмитрий. И с заместителем декана факультета теологии и мировых культур Романа Борисовича Шульку. Роман Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Дмитрий. Вот если мы открываем Ветхий Завет, а мы его, конечно же, открываем. Конечно, да. Проводим контент-анализ текста и мы видим, что огнем, мечом, карать, завоевывать. Это совершенно другие реалии, еще раз скажу, духовные, потому что вот именно там были справедливы, вот подобные вам, как вы процитировали сейчас, сентенции, что именно кровь за кровь, око за око, зуб за зуб, месть, жесткость, жестокость где-то даже. Я, конечно, читала, что до Христа вот это Пятикнижие Моисея, это была инструкция, простите, я так, может быть, грубо скажу, инструкция по тому, как жить в этом мире на земле. Ну, не только Пятикнижие Моисеева, ведь известны еще и пророческие писания были, известны были притчи Соломоновые. Вы цитировали Кригу Иисуса Новина, пожалуй, вот там, это более, когда завоевывалась земля обетованная, там в большей степени проявились вот эти вот идеи о том, что землю нужно не только завоевать, но и истребить те народы, которые проживали на этой земле. Ну, время такое было, понимаете, дохристианская эпоха была, дохристианская. И как раз ведь Ветхий Завет рассказывает о том, как Бог приводит постепенно избранный народ к принятию Христа. И это происходит через долгие тернии, через дикости, в которые впадает, в том числе и еврейский народ, даже и названный, по его избранным. Поэтому все вот эти процессы, которые современному человеку кажутся дикими, они 2000 лет назад были нормой поведения. Ну, хорошо, если обратиться к христианской эпохе, например, 19 век, начало 20 века, разгул, я иначе это не называю, это разгул просто терроризма в России. На чем он был основан, Роман Борисович? Ну, уж на чем, на чем, а на религиозных основаниях он не был основан. Скорее, наоборот, это следствие духовного и религиозного скуднения, которое происходило в обществе, и в большей степени даже среди молодежи, которая увлекалась разного рода левыми социальными идеями, требовала все здесь и сейчас. И часть из этих революционно-настроенных масс решили, что с помощью террора, с помощью насилия, можно добиться того, что они хотят. Без учета мнения других людей, без учета, не следуя золотому правилу, описанному в Евангелии, поступая с другими людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Эти люди считали, что с помощью террора они смогут добиться своего. Это, конечно, совсем не христианский путь, достижение желаемого, ожидаемого. Но ведь революционеры конца 19-го, начала 20-го века, они тоже говорили о том, что они уничтожают кровавых палачей, потому что не иначе, как они именно так называли жандармов. Ведь там, если посмотреть, уничтожение шло людей государственных. Надо сказать, что государственная власть была по сравнению с тем, что те методы, которые использовала государственная власть в борьбе с революционерами, они были значительно более гуманны, чем сами революционеры. По отношению к революционерам, насколько я знаю, смертных казней в Российской империи не применялось. Максимум, что их ждало, это каторга. А по отношению к властям, государству, революционеры использовали не все, а определенная часть террористических актов. Причем многие из них описываются, например, события покушения на императора Александра II, закончившие успехом. Описывается, что сами участники этих покушений, они неоднократно готовились, испытывали какой-то невероятный страх подсознательно, то есть что-то их сдерживало. Но действия вот этих всех социальных учений, которыми они были увеличены, это жажда и стремление изменить все, она подавляла это, и они все равно шли на это очень хорошо. Самым лучшим произведением, наверное, о всех этих революционных настроениях является «Бесы Достоевского». То есть там духовная сторона всех этих революционных настроений очень с художественной точки зрения показана добротно очень. Терроризм – это некое общее орудие, которое могут использовать любые силы. Чаще всего за террористами стоят очень серьезные организации, или внутри страны, или вне пределов страны, которые пытаются с помощью вот подобных... Терроризм – это технология, которая сегодня использует секулярное сознание, завтра использует религиозный экстремизм или что-то еще. А вот кто использует, кто налаживает эту технологию, кто стоит за этой технологией, ну, могущественные организации, которые и стремятся изменить настроение общества, стремятся как-то сделать так, чтобы события стали развиваться в нужном ключе. И вот не случайно мы знаем, что святейший патриарх Кирилл неоднократно высказывался по проблеме терроризма. И предельно конкретно он говорил о том, что те люди, которые используют вот этих вот несчастных жертв, я их тоже могу назвать жертвами, исполнителей терактов, наряду, естественно, с теми людьми, кто невинно гибнет. Они не верят ни во что и ни в кого, ни в Бога, ни в светлое будущее и так далее. Они используют вполне определенные конкретные цели и владеют вполне определенными технологиями. Отец Дмитрий, на ваш взгляд, история терроризма, которую мы можем изучать вот по 19-му начало 20-го века в России, она в чем схожа с историей современного терроризма? В технологии исполнения. То есть? Ну и тогда, и тогда существовали люди, которые считали, что этими средствами можно изменить и направить общество по нужному пути, по тому, по которому общество должно идти. Вот и все. Если мы говорим, что в 19-м веке это совершали люди нерелигиозные, это в основном были террористы-одиночки или небольшие группы, то сегодня усиленно предложена идея, что в основании всего лежит религиозное воспитание. Роман Борисович, очень популярная идея того, что аксиматичное здание, оно не предполагает вариантов. Ну, есть такое предубеждение. Насколько активно сегодня педагоги и психологи используют эту идею в том, что даже умеренная вера является основой для воспитания... Ну, значит, чрезвычайно активно используют психотеррористов. Я бы тут, да. То есть то, что мы наблюдаем в последние годы, конечно, может говорить о том, что в отличие от 19-го века в основании терроризма лежит религиозный экстремизм. То есть определенные религиозные идеи. Делается вывод о том, что, соответственно, причина терроризма как раз-таки религиозное убеждение людей. Но история терроризма, то, о чем мы говорили, она показывает, что причины могут быть совершенно разными. Просто в нашу эпоху сейчас срабатывает вариант религиозного экстремизма. Как устроители этих терактов используют религию? Во-первых, они играют на современной культуре, на том, что определенные люди хотят отстаивать свою веру, свою культуру от притязания вот этой глобальной культуры, которая навязывается через все средства. Человек, вновь открывший для себя веру, он пребывает в очень возвышенном состоянии. Он готов отказаться от всего, с чем он сталкивается в предшествующее время. И вот это вот состояние неофита, оно тоже используется определенными организаторами террористических. Состояние неофита, оно в достаточной степени может показаться внешне агрессивным, потому что человек стремится обратить веру всех вокруг себя. И указывает всем, как они все неправильно живут и заблуждаются. Действительно. Это детские болезни, понимаете, мы не можем, это ненормально, но это детские болезни, которыми человек где-то в той или иной степени должен переболеть, чем быстрее, тем лучше. На пути воцерковления, я полагаю. На пути воцерковления, и это может быть нетипично даже для всех, но это бывает. Но может ли это привести к тому, что человек станет террористом? И вот смотрите, у нас сейчас в нашем обществе, которое долгое время жило безрелигиозно, утратило традиционные духовные основания, и вот на это поле пришли под маской традиционных религий совершенно новые духовные традиции. И они пользуются вот этим состоянием неофитства, в определенном, для того, чтобы подтолкнуть массы на те или иные экстремистские действия. То есть в наше время сейчас религиозная среда для организаторов террористических актов оказывается наиболее благоприятна, для того, чтобы ее использовать. Вот в нашей стране, по крайней мере, мы будем говорить, это состояние неофитства всего нашего общества. То есть часто людей достаточно подвижных и могущих склониться куда-либо, оно достаточно легко. Все-таки отрыв от традиционных духовных ценностей. Вот то, что мы наблюдаем на Кавказе, то есть приходит чуждый, нетрадиционный России ислам, который очень воинственный, агрессивный. Тогда как тот ислам, который существовал в России, он всегда... Это миролюбивая жизнь представителей, скажем, ислама и православия на территории России. Это десятки лет, даже, может быть, сотни лет на территории России, мы об этом можем говорить. А сейчас туда приходит под маской ислама совершенно иная духовная традиция, которая подталкивает вот этих неофитов, которые вдруг для себя вновь открыли религию, и, соответственно, они более готовы к тому, чтобы действовать под управлением этих новых духовных лидеров в направлении совершения каких-то террористических актов. То есть благоприятная среда, вызванная отрывом от традиционной духовной традиции, той, которая существовала многие годы. Дмитрий, я все-таки хочу, чтобы мы развили эту тему о том, насколько сейчас популярна вот эта мысль о том, что аксиматичное здание, которое предполагает вера, оно не предполагает дискуссии, значит, в человека вкладывается определенная сумма знаний, и человек уже направляемый, он же воспринимает это бездоказательно. Вы знаете, сегодня, я думаю, вы согласитесь, человек с убеждениями в обществе воспринимается как потенциально опасный человек, не только с религиозными убеждениями, а с убеждениями вообще. Есть сегодня другая аксиома, что нет убеждений, ради которых человек должен пострадать. Главное убеждение – это чрево, удобное времяпровождение, приятное времяпровождение. Вот это Бог, комфорт, это Бог сегодняшний, понимаете? И вдруг встречаются на этом фоне люди, которые имеют свои принципы, которые задают вопросы, которые говорят о том, что религия требует жертвенности, но, извините, а любая религия требует жертвенности, а что православие не требует жертвенности, требует. Мы как раз и говорим о том, даже более того, мы говорим, что духовность – это и есть способность человека к жертве, к жертве ради своего духовного преуспеяния, к жертве ради воспитания детей, к жертве ради чего-то. Религия, понимаете, это очень серьезная вещь в человеческой жизни, и это сокровенная, очень серьезная, очень глубокая вещь. Человек не может быть религиозным с 9 утра до 5 вечера, а потом мезрелигиозным, потом опять быть религиозным, скажем, когда в храм приходит, а вне храма он уже не христианин. Понимаете, те постулаты, которые всегда, вы помните, наверное, 100-200 лет назад величайшим позором было, когда человек изменял, изменял родине, изменял своим убеждением, когда человек ловился на подобных тяжких грехах. Сегодня уже это не считается… Это называлось состоянием чести. Да, сегодня не считается это позором. Сегодня человек, который может предать… Ну, что ж, такие были обстоятельства. Поэтому, к сожалению, такая хсиология существует. Да, она существует. Хорошо это или плохо, это, конечно, страшно на самом деле. Потому что огульно всех вписывать в потенциальные террористы только за наличие определенных убеждений религиозных, но ведь есть не только религиозные, есть и научные убеждения. В науке то же самое, между прочим, происходит. Что и в обществе. Сегодня иметь убеждение становится потенциально опасным. Ведь это, на самом деле, этап развития общества, катящегося куда? В энтропию, катящегося вот в разложение. И, к сожалению, да, тенденция такая прослеживается, что любой человек, имеющий религиозные убеждения, потенциально может быть террористом. Но, извините, на наш взгляд-то как раз наоборот, человек, имеющий традиционные религиозные убеждения, не пойдет решать проблемы других людей, своих проблем за счет других людей. Не будет взрывать десятками, да, не будет пускать поезда под откос. Традиционное православие-то вообще об этом, и равно как традиционный ислам, вообще об этом ничего не говорит. Понимаете? Православие, традиционная религия, призывает к жертве собственной. Чувствуете разницу? А нетрадиционное – к жертве другими. Добро жертвует собой, а зло жертвует другими. Вот в чем разница-то. Мы можем говорить, что в основании современного терроризма лежит, наверное, какая-то совершенно новая религия. Религия денег, власть. Религия потребления. Религия нового мирового порядка. Где существуют свои вероучения, существуют догмы, существуют свои священные книги, существуют свои святые, антисвятые. Вот эта религия, она требует жертв. Ну, Достоевский же об этом хорошо писал. Можно просто вернуться и перечитать. Требует, требует, и все дальше, тем больше. Пожираются целые страны, понимаете? Не просто как какие-то части общества и так далее. Целые цивилизации в этой топке сгорают. Теракт 11 сентября, он очень изменил и Америку, он очень изменил и весь мир. Насколько возросла система контроля над людьми вообще, в принципе. Ведь к этому же все идет. Сегодня человек не остается незамеченным практически в любой момент своего существования. Завтра уже мы можем, может быть, наберем в гугле, где находится Иванов Иван Иванович, и нам покажут его фотографию сидящего в кафе, пьющего свой утренний кофе, да? Или, может быть, где-то он уехал за город. Там тоже. Вы считаете, что это последствия именно вот подобных терактов? Или это последствия все-таки, ну, там, цивилизационных процессов? Ну, они все, это все вместе. Теракты мы не отделяем от цивилизационных процессов. Теракт сегодня – это принадлежность цивилизации. Мы сегодня не можем представить современную цивилизацию без терроризма. Это ее детище. Это необходимый инструмент существования цивилизации, поддержания на определенном уровне общественного напряжения и так далее. Вот что интересно, число терактов может уменьшаться, а вот число жертв только возрастает. Ну, жертв, которые погибли, но ведь и огромное число жертв, которые изменили свое сознание. Ведь мы с вами тоже живем в условиях измененного сознания. Для нас это не кажется диким, что мы в любой момент находимся, в общем-то, под объективом. Ведь не случайно передача «Дом-2» существует. Нас приучают к этому. Вот начали говорить о терактах, а видите, как такими удивительными, что мы продолжаем этот разговор. Это теракт в 19 веке, оно ведь заключалось в том, что люди привыкли к тому, что на улицах слышны выстрелы, что слышны взрывы. И это стало той почвой для революции 1905 года, потом 1917 года, а потом и гражданская война. То есть население российских городов постепенно привыкало к этому ощущению взрывов, выстрелов, и они все шли по нарастающей. И пиком этого стала для нашей страны гражданская война. И сейчас вы действительно сказали, что масштабность и злонамеренность терактов, она все возрастает, потому что в основе слова теракт terrible – страх, ужас. То есть они должны вносить вот это состояние страха и ужаса, поэтому они с каждым разом все нарастают, и становится все ужаснее и страшнее. Вводит общество вот в это ощущение страха. и возможно, то есть к чему приведут террористические действия современного общества, да, они постепенно изменяют наше сознание. Они постепенно изменяют наше сознание, но и они нас будут подводить к тому, что мы к этому начнем привыкать. Мы начнем привыкать к тому, что за нами действительно все время следят, потому что мы будем считать, что это необходимое средство для борьбы на нашей безопасности. Честным людям нечего скрывать, вот знаете этот постулат. Ну, этот известный постулат, он еще с советского времени. Честному человеку нечего скрывать. Так давайте поставим камеру в доме, будем смотреть, как я живу. Есть же определенные границы личной жизни, да. Слушайте, а ведь это все сводится вот к такому чисто биологическому, да, проживанию жизни человека? Ну, конечно. Конечно, именно к биологическому, конечно, именно к биологическому. То есть нас пытаются приучить к мысли, что человек исключительно биологическое существо, что ему не нужны какие-то порывы, свершения, ему не нужны какое-то движение души, стремление послужить и жертвовать. То, собственно говоря, что является, всегда являлось высшим проявлением духа человека. Стремление послужить и жертвовать ближнему, родине, обществу. То, собственно, на чем стоит общество до сих пор, сегодня. Если нет жертвы, не будет общества. Если мы будем делать только то, за что нам платят, то мы, естественно, успеем... И только то, что нужно тебе лично, и тебе лично полезно. Да, то есть подменяется целесообразностью, понимаете, высочайшее стремление человеческого духа, которое воспеты и в произведениях искусства, и везде, которые зафиксированы именно как высшее достижение человечества, это направление духа. Вы посмотрите, мы начали с каких-то видимых вещей, а заканчиваем вещами, которые, на первый взгляд, кажется, не связаны, а находятся в непрерывной связи. Если позволите, я еще хотел бы обратить внимание на теракт, пребывший в Норвегии, то есть в случае с этим Андресом Ван Брейком. То есть это некий одиночка, который совершил двойной теракт, которым он пытался бросить вызов своему обществу, в котором он жил. Когда коренной норвежец выступает против того, что, как он выражается, что Норвегия превращается в Северную Африку, что по отношению вновь прибывшие, они совершенно не почитают норвежскую культуру, ведут какую-то самостоятельную свою жизнь, и он этим таким образом стал выражать свой протест. То есть мы об этом и говорили, что теракт как средство привлечь к себе внимание, к сожалению, оказывается самым действенным способом. И несмотря на то, что в свободной Европе можно свободно говорить о чем угодно, но вот мы видим пример, когда эта свобода становится чрезмерной, когда эта чрезмерная толерантность, она порождает ответную реакцию протеста. Исходя из того, в каких обществах он находился, это такие очень агрессивно настроенные неоязыческие организации, которые существуют, но... То есть для него где-то в первых рядах религиозных оснований не было для совершения этого, но это на поверку не было. Само по себе неязычество, оно очень опасно, потому что оно очень воинственно, куда более воинственно, чем, например, считают, что ислам очень воинственный. Ислам очень миролюбив по сравнению с неоязычеством, которое набирает оборот. Потому что в основе неоязычных идей лежат идеи фашистские идеи, идеи того, что... Превосходство. Одной расы на другой, идея того, что... Вот это противопоставление «мы-они», то есть, да, идея своей небольшой территории, которую нужно хранять от чужаков и всячески от них избавляться, то есть это еще более опасное явление неоязычества религиозное, которое не проявляет себя, не говорит, что оно религиозное, а скрывается под какими-то националистическими движениями и так далее. И вот в случае с Брейвиком мы видим, скорее всего, следствие стечения разного рода обстоятельств, которые можно считать причинами совершения этого ужасного таракта. Когда юридическая наука разделяет в терроризме социально-экономические предпосылки, политические, религиозные, мне кажется, что это сугубо такое светское знание. Потому что и в основе социально-экономических предпосылок, лежащих неравенства, отсюда зависть, отсюда обида, отсюда мы сейчас перечислим, по сути дела, все грехи. Грехи, грехи, конечно. Если мы политические, то это жажда власти, жажда денег, опять же, да, и подойдем к религиозным. Мне кажется, ну вот здесь разграничения, наверное, больше для юристов важнее. А если рассматривать с точки зрения духовной и религиозной, наверное, да, отец Дмитрий, здесь будет один большой такой вот клубок, набор страстей. Да-да-да, набор страстей, которые требуют своего удовлетворения. Если человек побеждаем страстями, то он становится их рабом, и дальше уже можно не продолжать, то есть становится поборником. Может быть, поборником какой угодно идеи. Отец Дмитрий, а вот вы способны донести все эти идеи до прихожан, до людей? До прихожан способны. Но, к сожалению, не все являются нашими прихожанами. Видите, как интересно-то церковь ведь. Существует на принципе добровольность, мы никого не тянем. Вот, и поэтому кто пришел в церковь, да, они слушают, они знают, они не пойдут взрывать себя, понимаете, и кого-то другого тоже. Но, к сожалению, понимаете, ведь сегодня религиозность общества, здоровая религиозность, довольно низка. Сегодня люди, посмотрите, сравните количество людей на всеночном день и в субботу, и количество людей в это же время в ночных клубах. В десятки, в сотни раз меньше в храмах людей. Другие интересы у людей. Люди хотят следовать чему? Комфорту, приятно проводить время и так далее. Вот, поэтому здесь трудно сказать, насколько будет успешно проповедь. Для тех, кто хочет слышать, да. Для тех, кто сегодня не хочет слышать в церковь, а таких довольно много людей, ну, как до них может быть. Вы знаете, я читаю Иоанна Златоуста, и я понимаю, что он был борец и боец. В его проповеди непримиримость и жесткость позиции. К чему? К пороку. К пороку. К греху. Но не к людям, носителям греха. Чувствуете разницу? Есть, конечно, над чем работать, и огромное поле деятельности. Именно для жертвенности, понимаете? Ведь священник, он должен быть жертвенен. Как писал в свое время Семен Новый Богослов, только тот может быть священником, кто чужие грехи воспринимает как свои собственные. Понимаете? Который плачет на исповеди вместе с прихожанином, со своим, ну, образно говоря, конечно. То есть жертвенность нужна, а ее не хватает. Ее не хватает в нас, ее не хватает в обществе. То есть, понимаете, мы пришли от понятия жертвенности в терроризме, когда люди жертвуют другими людьми, а говорим о том, что эта жертвенность побеждается другой жертвенностью, когда человек жертвует собой ради того, чтобы этого не было. Вот только так, наверное, можно. Пассионарность побеждается пассионарностью. В самом православном богослужении любой верующий, приходящий в храм, он молится за тихое и безмятежное житие во всяком благочестии и чистоте. То есть уже сама эта молитва, она уже противоположна терроризму, потому что террор и терроризм – это страх, ужас, как раз-таки то, что направлено против этой тихой и безмятежной жизни во всяком благочестии и чистоте. И поэтому само богослужение – это, в общем-то, обращение характерное для молитвы о государстве, о том, что он даровал тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте. Весь этот строй церковной жизни, он направлен против как раз-таки терроризма и самой возможности терроризма. Спасибо большое вам, отец Дмитрий, и спасибо вам большое, Роман Борисович. Я всегда ищу подходящие слова для того, чтобы попрощаться. И вот, думая над этой программой, меня вдруг осенила простая мысль, что мы очень часто произносим слово «террорист» и «терроризм» в повседневном общении, просто мимоходом бросая слова друг к другу. То есть привыкаем к безответственному произнесению слов. А ведь мы действуем в этом мире и мыслью, и словом, и делом. Какая великая ответственность. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин